В любой сказке это волшебники, а в жизни это люди, которые помогают воплотить мечту в жизнь. В сегодняшней нашей встрече присутствует очень много гостей. Они приехали, чтобы разделить нашу радость. Этого открытия они ждали целый год и готовились к нему как к серьезному экзамену. Почетное право перерезать красную ленту вместе с вице-премьером правительства Ольгой Голодец и главой республики Юнсбеком Евкуровым предоставили виновникам торжества самым маленьким учащимся новой шестой Насыркорской школы. И пусть награжданная для всех события выпала на конец учебного года, праздничное настроение чувствуется уже с порога. Всем учиться надо, только твоему наряду подивиться бы мы могли. Словно школа-то не шла, а как партизан ползла. Я погоня ощутила, я пекела, я крутила, я скакала, пока встала, по пятам дали за мной, но сказала, я не скрою, лягу в лужу головою, но мой бантик не отдам. Разноцветные шары, белые бантики, яркие улыбки. Учащиеся начальной школы встречают гостей концертной программы, читают стихи, показывают небольшие театральные сценки и поют песни. Таланты детей никого не могут оставить равнодушными. Сегодня для меня тоже очень счастливый день. Я никогда не была на этой земле и никогда не была в вашей школе. И для меня ваше гостеприимство очень-очень важно. Спасибо, что в нас встретили такой замечательной песней. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Хамкоева Имана. Имана, ты замечательно просто поешь. Ты звезда. Мы будем с тебя болеть, если ты будешь поступать в любой программе. Спасибо большое. Я надеюсь, что у каждого, ребята, из вас есть какие-то таланты, которые вы сможете проявить. И ваша новая школа вам в этом поможет. Все правительство России, все правительство вашей республики заботится о том, чтобы у вас были хорошие условия для вашей учебы. Сейчас я надеюсь, что вы мне покажете вашу новую школу. И я надеюсь, что действительно в этой новой школе никаких двойк не будет. Вы будете учиться только на пятерке и четверке. Хочу сказать, в первую очередь, строителям большое спасибо, которые построили этот замечательный храм знаний. Я хочу пожелать вам, ребята, действительно хорошо отдохнуть и с новыми силами, с новым желанием прийти 1 сентября в эту школу, для того, чтобы получать знания, хорошие отметки, радовать своих родителей и учителей. Ну и пожелать учителям, чтобы действительно в этой школе всегда царил дух образования, просвещения, радости. Чтобы ребята, приходя сюда, всегда стремились возвратиться. Понимая, что для них это тоже один из родных домов, где они не только получат знания, но они получат то воспитание, которое сделает достойными гражданами нашей страны. В новую школу в Насыркорде уже с начала следующего учебного года перейдут учащиеся сразу из нескольких школ. В основном дети, которые живут поблизости. К примеру, из 10-й школы более 200 учащихся. Таким образом, 5-я, 10-я и 17-я школы перейдут на одну смену обучения. Поздравления в адрес всех учителей и жителей Насыркорды звучат и от главы региона. С первого дня пребывания в должности главы республики одной из самых важных стратегических задач, которые я для себя ставил, это было два направления. Это образование и здравоохранение. И сегодня так получилось, что мы открываем и школу, которая предназначена для наших детей, и детскую, и детскую больницу, которая предназначена для наших детей. Вот то, что мы сделали за последние буквально 4 года, такой серьезный прорыв в ликвидации трехсменки и двухсменки, и ликвидации очередей дошкольных учреждений, в этом огромная заслуга и главная заслуга Ольги Вирмановой Голодец. Она лично, как вице-премьер, курирует это направление, она лично собирает нас и настаивает на том, чтобы мы во всех проектах участвовали. И, конечно, лично контролирует, что мы эти задачи выполняли. Спасибо вам, Ольга Вирмановна, за такую заботу и за такое внимание не только к республике, а вообще ко всем субъектам Российской Федерации. Дети смогут заниматься в больших светлых кабинетах, а благодаря красочному дизайну учебный процесс будет доставлять только удовольствие. Здесь позаботились и о здоровье ребят. На первом этаже просторный спортивный зал. Планируется вести и дополнительные занятия по гимнастике для девочек и силовые для мальчиков, а также кружковые занятия в мастерских. Родители такому подарку радуются больше самих учащихся. Мы очень рады, что открыли такую красивую школу для наших детей. И, конечно, и школа, и рядом. Сегодня мы все являемся свидетелями того, как открываются новые сады, детские школы. Это огромная радость и огромный плюс для наших детей, для нас, родителей, и для учителей в том числе. Сразу после торжественной части учащиеся, как и обещали, приглашают гостей на экскурсию. Очень хорошо. Не успели опоздать? Очень хорошо. Вот у нас прям правильный концерт. Левое крыло занимают классы для младшего звена и игровые комнаты, правая для старшеклассников. Большой актовый зал с внушительной сценой и вместимостью более двухсот человек. Для книголюбов предусмотрен просторный читальный зал, рядом с которым расположено книгохранилище. В новой школе есть и уютная столовая. К учебному процессу отнеслись не менее серьезно. Последний звонок уже прозвенел, поэтому за партой учащиеся пока сели без школьных принадлежностей. Но это не мешает детям продемонстрировать гостям свои таланты. А кто кроме школы ходит еще в какие-нибудь секции или кружки? Я. Ты чем занимаешься? Расскажут. Как только расскажут, как у тебя зовут. Меня зовут Адам и фамилия его. Я занимаюсь ЗУДО. Ух ты. У тебя получается? Да. А можешь показать? Да, могу. Точно можешь? Да. Давай, давай, давай. Пиши, пиши. Брось, давай. Подожди, подержи. Давай, бросай, бросай, как положено. Давай. Опа. Прилегающая территория тоже заслуживает внимания. Здесь обустроены игровые зоны с резиновым покрытием для самых маленьких. Футбольный стадион, баскетбольная и волейбольная площадки. А здание школы сразу же привлекает к себе внимание своим ярким оформлением. И хотя она построена по типовому проекту, внешне немного отличается от остальных. Над ее главным ходом установлены большие часы. Так что на занятия здесь точно никто не будет опаздывать. Мне нравится все. Но больше всего мне нравится то, что все ученики шестой школы будут развиваться, будут учиться на пятерке. И желаем им счастья. Мне очень нравится школа внутри и снаружи. Ее построили рядом с нами. Не надо будет 10-ю школу переходить через трассу. Мы живем сзади школы. Там будет легко приходить сюда. Мы очень рады, что сделали такую красивую школу. Впереди у школьников три месяца отдыха. А уже 1 сентября их ждет первый урок в стенах новой школы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрали. Филида Мержоева, Магомед Дидига, Новости 24.